Ну, во-первых, я неоднократно общался с президентами, я общался с Ельциным, я несколько раз там был задним столом с Владимиром Владимировичем Путиным. Это совсем не значит, что я с ним общался. Что касается ответа на этот вопрос, то, знаете, если бы меня пригласили в Кремль, то, наверное, Владимир Владимирович задавал бы мне вопросы. Вот, а вот я бы, конечно, с удовольствием пригласил, если была такая гипотетическая, фантастическая возможность, Владимира Владимировича в какой-нибудь, не знаю, там, свой любимый ресторан у Пьедо Кушон, да, и где не было бы охранников, где рядом, где не было бы, значит, каких-то людей посторонних, я бы спросил у него про некоторые тайны нашей политики. Не все мне понятно, но мне это очень и очень интересно. Знаете, вот Путин дважды вызвал у меня, даже нет, трижды вызвал у меня такое, ну, очень позитивное отношение. Ну, во-первых, прежде всего, когда он появился, он был, так сказать, такой человек надежды, да. А вот первый раз, когда я вот в восторге был от Путина, это когда я слушал мюнхенскую речь. Я совершенно случайно включил телевизор, вдруг я услышал то, что руководитель страны говорит то, что я думаю, и что думает, как я считаю, там, подавляющее большинство нашей страны людей, которые даже иногда он формулировал это лучше, чем вот это было в процессе размышлений. Ну, и, значит, история, вся драматическая история начала 2014 года, Олимпиада. Это, значит, знаете, что интересно, что когда сейчас узнаешь, какие события происходили за кадром, которые сегодня были неинтересны, и видишь Путина на Олимпиаде, когда он сидит и молчит, и смотрит, и задумывается, и как-то его взгляд даже иногда, так сказать, куда-то отлетает в сторону, и потом он возвращается к стадиону. Вот, все это очень интересно. В общем, это, конечно, очень интересный собеседник, очень хотелось бы с ним побеседовать, но это, наверное, сложно.